Ой, что это? Я что, сплю? И мне снится, что мы вернулись назад? В самом деле, и мне тоже точно такой же сон снится. Ой, девочки, а может быть это не сон? Может быть я вас всех назад в кукольный мир переместила? Что? Назад в кукольный мир? Я не могу поверить, мы что, домой вернулись? Стоп, подождите, а Жора что здесь делает? Как Жора? Жора что, тоже с нами? Вика, опять ты, наверное, что-то не так сделала. Ага, представляю, какой у него сейчас стресс будет. Эй, Жора, ты как себя чувствуешь? Ты вообще слышишь нас? Не мешайте мне спать, девочки, мне снится, что я с куклами разговариваю. Жора, это тебе не снится, мы на самом деле попали в кукольный мир, и ты тоже теперь куклой устал. Что? Я куклой устал? Да вы что? Такого быть не может, это, наверное, какая-то ошибка. Конечно ошибка, Вика ничего без ошибок сделать не может. Ты скажи, для чего ты Жору в кукольный мир переместила? Да я что, специально что ли? Я вообще не собиралась в кукольный мир возвращаться. Я всего лишь хотела Влада приворожить. Наверное, Вика, ты снова перепутала заклинания. Да уж, я бы удивилась, если бы Вика правильно что-нибудь сделала. Хорошо, что хотя бы Влад в реальном мире остался. Да подождите вы, вы объясните, что здесь происходит. Почему вы даже не удивлены, что куклами стали? Да, потому что, Жора, мы всегда куклами были, мы вообще случайно в реальный мир попали. Ну да, а теперь мы домой вернулись. Да что за шутки такие? Скажите, что это розыгрыш, такого же быть не может. Да все может быть, если вдруг я случайно заклинания перепутаю. Так что ты не удивляйся, Жора, добро пожаловать в наш кукольный мир. Да уж, спасибо за приглашение, только что теперь я здесь делать буду? А это, Жора, уже не наше дело, придумай чем заняться, а лично я домой пошла. Подожди, Мария, пойдем вместе, я тоже домой хочу. Ой, и мне тоже домой срочно надо, вдруг мои цветы уже засохли, пока меня так долго не было. Так, стоп, а мне теперь куда идти? Эй, девчонки, подождите, вы же не можете вот так вот бросить меня, я же вообще не представляю, где я нахожусь. Да ты вообще не должен был здесь оказаться, тем более мы все домой хотим, но если хочешь, давай мы с тобой телефонами обменяемся. Ну, давайте хотя бы так, а что, у вас здесь, правда, и телефоны есть? У нас здесь все есть, еще получше, чем у вас там. Вот, смотри, какой у меня крутой телефон, Мария, а покажи, какой телефон у тебя. Сейчас проверю в кармане, надеюсь, он никуда не исчез за все это время. А нет, мой любимый розовенький телефончик тоже всегда со мной, и мой телефон тоже при мне, давай, Жора, записывай мой номер телефона. А подождите, девочки, а как я звонить вам буду, у меня же нет телефона. А ты посмотри по карманам, у тебя же в реальной жизни был телефон, значит и здесь тоже должен быть. Ну хорошо, сейчас проверю. Ого, ну ничего себе, что это такое, кнопочный телефон с антенной у меня в реальной жизни был не такой старый телефон. Ну похоже, Жора, не такой уж он у тебя и новый был, хи-хи-хи. Да ладно, Маша, ну что вы все смеетесь надо мной, но я же говорил вам, что у меня просто денег нету. Да, сказал в последний день, а до этого притворялся, что это ты богатый, а не твой друг. Если бы я только знала, то я сразу бы начала с Владом встречаться. Ну просто, если бы я вам сразу все сказал, то никто бы из вас даже и не посмотрел на меня. А мы, между прочим, с Владом поспорили, в кого из нас быстрее девочки влюбятся. Да, у Жора, мог бы не напоминать, что вы с Владом просто поспорили на нас. Ой, интересно, и чего это Мария так разозлилась, как только мы про Влада заговорили. Ну вот, Жора, девочки ушли, я наверное тоже домой пойду. А, Маша, а можно я у тебя поживу какое-то время, но не на улице же мне оставаться. Да знаю я тебя, Жора, сначала попросишь пожить чуть-чуть, а потом я не смогу тебя выселить из своего дома. Да нет, ты что, Маша, я не могу здесь долго оставаться, мне же срочно нужно домой возвращаться. Ладно, Жора, пойдем ко мне, повезло тебе, что я такая добрая. А ведь Маша и в самом деле единственная, кто согласилась мне помочь, наверное, это потому что я все еще нравлюсь ей. Хи-хи. Не надо за мной ходить, Вика, нам все равно не по пути, ты что забыла, мы с тобой не были никогда подружками. Да я просто хотела сказать тебе, что если мы еще когда-нибудь вернемся в реальную жизнь, то с Владом я буду встречаться, потому что это мне, богатые парни, нравятся. Да я вообще-то, Вика, не собираюсь встречаться с этим обманщиком, и уж тем более не собираюсь возвращаться в реальную жизнь, мне и здесь хорошо. Ой, смотри, а вон кажется, твой бывший на скейте катится сюда. Ой, в самом деле, да это же Панки, представляю, как он беспокоился, что меня не было столько времени. Интересно, что это за девушка с фиолетовыми настоящими волосами, она так похожа на Марию? Что-то я не поняла, почему это Панки проехал мимо, даже не остановился? Ну, наверное, потому что он не очень-то сильно и переживал за тебя, а что, тебя это удивляет? Да нет, мне вообще все равно, меня Панки уже давно не интересует. Да? А уж не надумаешь ли ты теперь опять с моим братом встречаться? Нет, Вика, не надумаю, мне вообще нет никакого дела, ни до Панки, ни до Влада, ни до твоего брата. Ну вот и замечательно, не хватало еще, чтобы мой брат снова все свои деньги ей на подарки тратил. Ну, наконец-то я дома, представляю, как моя семья переживала из-за того, что меня так долго не было. Ой, как же мне нравится эта сумочка Марии, вот бы она мне ее подарила, я бы тогда такая модная ходила. Ой, Виолетта, ты здесь, ну надо же, как же я рада тебя видеть. В самом деле, а почему это ты так рада меня видеть? Ну как же, Виолетта, мы же с тобой так давно не виделись. Да? А по-моему, не так уж и долго. Ты можешь мне эту сумочку подарить? Ну пожалуйста, она мне так сильно нравится. Сумочку? Да конечно, Виолетта, забирай. Мне кажется, я давно тебе ее уже подарила. Ой, правда? Ну спасибо. Ты сегодня такая добрая. Ой, а почему это у тебя такая странная прическа? Да? А почему ты думаешь, что она странная? Что в ней не так? Ну не знаю, какие-то странные волосы у тебя сегодня. Ой, мне надо срочно бежать. Пойду похвастаюсь всем своим подружкам, какая у меня сумочка классная появилась. Ничего не понимаю. Виолетта так себя ведет, как будто бы я и не исчезала никуда. А может быть, на самом деле, здесь совсем немного времени прошло, и никто и не заметил моего исчезновения. Ну ничего, теперь это не имеет никакого значения. Самое главное, что я наконец-то дома. Ничего не понимаю. Куда моя сумочка подевалась? Может быть, Виолетта уже куда-нибудь запрятала ее? Ну сколько говорить ей, чтобы она не брала никогда мои вещи? Эй, подожди, а ты еще кто такая? Не может быть. Неужели здесь еще одна я, только с другой прической? Постой, что значит еще одна я? И вообще, что ты делаешь в моем доме, да еще и в такой же одежде, как у меня? Мамочки, и в самом деле я? Тебя что, тоже Мария зовут? Что еще значит тоже? Я что, не вижу, что мы с тобой разные? Ты посмотри, у тебя даже волосы настоящие, а у меня нет. Да, вот это очень странно. Почему ты себе волосы не нарастила, когда с Панки рассталась? Да ты что, я не расставалась со Панки? У нас с Панки, между прочим, все хорошо. То есть, как это все хорошо? Разве Скетти не разрушила вашу пару? Да, при чем тут Скетти? Мы вообще с ней не общаемся. А ты откуда все знаешь про меня? Да, потому что я это и есть ты. Только похоже, я как будто бы в прошлое попала. Ты скажи, ты в каком классе сейчас учишься? Да, я в 10 классе учусь. А что? В 10 классе? Ну вот, теперь все сходится. Я на самом деле вернулась в прошлое, но год назад. А может быть ты просто моя старшая двоюродная сестра? Давай мы все у мамы спросим. Да ты что, если мама узнает, что у нас двое, ты хоть представляешь, какой у нее стресс будет? Она ни за что не должна об этом знать. Да ты думаешь, у меня не стресс? Особенно после того, как ты сказала, что мы с Панки расстанемся. И почему вообще я должна тебе верить? Да ты можешь не верить мне, но ты поймешь, что я права, когда Панки твой начнет со Скейти встречаться. Да что ты такое говоришь? Вообще, уходи из моего дома. Моему Панке никто не нужен, кроме меня. Ну да, я тоже раньше так думала. А сейчас мне и в самом деле пора. Мне скорее нужно разобраться, что здесь происходит. Хм, ненормальная какая-то. Придумала всякие истории про меня и моего Панки и пришла мне тут рассказывать. А между прочим, мы с ней действительно похожи. Жаль, что нет у меня таких красивых настоящих волос. Интересно, что там мой Панки делает? Надо ему позвонить. О, опять Мария звонит. Странно, мы же только недавно с ней разговаривали. Алло, ты что хотела, Мария? Да, я просто хотела узнать, Панки, ты что сейчас делаешь? Да, я на Скейте катаюсь. Я же тебе говорил. А, ну да, ты говорил. Я просто забыла спросить у тебя, а с кем ты катаешься на Скейте? Да, ни с кем не катаюсь. Я один гуляю. А ты почему спрашиваешь? Да, я просто так спросила. Ты не обращай внимания, Панки. Как-то странно Мария себя ведет. Обычно она мне никогда не звонит просто так. Ой, извини, я просто задумался. Да, ничего, это ты меня извини. Мне тоже нужно было по сторонам смотреть. А я, кстати, тебя здесь часто вижу. Ты очень классно на Скейте катаешься. Правда? Ну, спасибо. Я и не думала, что ты меня когда-то замечал. Ну, конечно, замечал. Меня, кстати, Панки зовут. Да? А меня с Кейте. Было приятно познакомиться. И мне тоже приятно. Ну, надо же, вот уж не думал, что я когда-нибудь с ней познакомлюсь. Она действительно так классно катается, даже лучше, чем я. Ну, вот, как я и думала, у нас с Панки все хорошо. И вообще нету повода для беспокойства. А вы, ребята, как считаете? Напишите, пожалуйста, свои комментарии в нашем инстаграме. А еще не забывайте ставить нам лайк и подписываться на наш канал Веселые Игрушки. А ссылочка на наш инстаграм сразу под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok